Здравствуйте! Как зарегистрировать бизнес в налоговой службе? Какие электронные сервисы помогают предпринимателям? Об этом говорим. В нашей студии начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской области Андрей Лунин. Андрей Иванович, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, что в этом году произошло нового в сфере госрегистрации? На что нужно обратить внимание предпринимателям? Ну, прежде чем сказать... Как молодым, так и не очень. Как молодым, так и не очень. Но прежде чем сказать, что произошло новенького, я немножко окунусь в историю, не надолго, не прямо буквально несколько слов. То, что государственная регистрация возложена на Федеральную налоговую службу с 2002 года юридических лиц и с 1 января 2004-го индивидуальные предприниматели. С того момента, как вот Федеральная налоговая началась заниматься вот этой государственной регистрацией, у нас идет целенаправленно комплекс мер проводится, которые приводят к тому, к упрощению процедуры регистрации, к уменьшению, сокращению сроков государственной регистрации, к упрощению документа оборота, уменьшению бумаги, чтобы у нас было меньше бумаги и чтобы все выходило в электронный документ оборот. Чтобы люди могли без прихода в налоговую, в регистрационный центр, могли зарегистрировать свое дело, начать работать, чтобы не было очередей в регцентре, чтобы людям было удобно. Идет постоянно идет динамика в этом направлении для того, чтобы людям, заявителям было удобнее. Так, например, с 2014 года было отменено обязательное нотариальное заверение подписи заявителя при создании. С 2015 года законодательно вывели, возможно, юридическим лицам не иметь печать. Но если они, конечно, хотят печать, они могут в уставе прописать, что юридическое имя печать и будет печать. С 2017 года ушли из оборота бланки свидетельств, которые, ну, уменьшение опять. Потому что раньше, когда все помните, это было в старые, ну, в 2002-2017 годах, выдавалось при государственной регистрации свидетельство о госрегистрации на типографском бланке, такой красивой, с голографической. И при входе, скажем, юридические лица в фирмы, в магазины торговые, везде на видном месте висело свидетельство, что зарегистрировано. Кроме того, и такое же свидетельство выдавали физическим лицам. Когда вы получали ННН, все тоже прекрасно помнят, у меня дома тоже такое же есть, тоже получали давно, свидетельство с голографической защитой. Потом с 2017 года отменили. У нас из обохода убрали эти бланки. И теперь при государственной регистрации заявитель получает на руки лист записи. И, соответственно, еще есть. Либо это индивидуальное приниматель, либо юридическое лицо. И то же самое свидетельство о постановке на учет. Оно выдается. Само название свидетельства осталось, но только оно выдается на обычном листочке. Формат там также, оно имеет такую же юридическую силу, подписывается. И дальше об упрощении процедуры сразу говорю, что идет по пути улучшения, упрощения. И на сегодняшний день у нас для государственной регистрации создания вновь юридического лица отведено законом всего три рабочих дня. То есть вне зависимости от производства, от направления, вне зависимости от того, что вы будете заниматься, хотите вы заниматься чем-то, либо вот вы решили. В регистрационном органе, регистрационный орган на территории Самарской области, это единый регистрационный центр, который создан с 1 апреля 2015 года. И расположен он на базе ФНС России по Красноглинскому району. Это Сергей Лозо, 2А. Вы говорили в прошлый раз, что если регистрируешь бизнес через МФЦ, в МФЦ, то можно не платить госпошлину, по-моему. Какие-то преимущества были в этом. Это сохраняется ли? Это вот я хочу сейчас дальше продолжить, что документы на государственную регистрацию можно подать несколькими способами. Это как лично прийти в регистрационный орган, как и либо их направить в электронном виде с использованием электронно-цифровой подписи. Можно также направить в электронном виде, не имея электронно-цифровой подписи, это я чуть расскажу подробнее, направить заказным письмом по почте с кописью вложения. Либо, так как сейчас очень развита у нас система многофункциональных центров, прийти и подать документы через многофункциональный центр и оказание государственных услуг. Это очень удобно, учитывая то, что многофункциональный центр расположен на территории практически каждого субъекта, каждого нашего муниципального образования в шаговой доступности. По регистрации, вот о чем вы говорили, льгота преимущества, да, действительно, до 2001 января 2019 года при подаче документов через МФЦ госпошлина обязана должна была платиться. Это было законодательно закреплено. Потом законодатель пошел на улучшение, опять же, заявителю для людей. Внесли изменения в налоговый кодекс и теперь прописано так, что если документы поступают в регистрационный орган через электронный канал связи, в том числе через МФЦ, либо через нотариус, потому что у нотариуса тоже такая есть услуга, то государственную пошлину оплачивать не надо. Кроме того, насколько вот известно, к данной системе подключились и уже ряд банков. Они то же самое, через них можно, у них также организована вот такая же услуга, что заявитель приходит к ним, заполняет заявление, они помогают. Так, воспользуясь на сайте налог.ру, можно скачать программу подготовки документов, заполняют эти документы, получают электронную подпись в организациях, направляют эти документы в регистрирующий орган, регистрирующий орган в течение трех дней после даты получения документов принимает решение. И уже это решение также по электронным каналам связи, вот с какого адреса к нам пришло, на тот адрес оно уходит от решения. И человек уже может его, не приходя в рег орган, соответственно, распечатать документы и начинать работать. Потому что мы доводили данные, письма только до всех банк, до банка Российской Федерации, нашей на Приволжке, по тому, что документы подписаны электронно в свою подпись, они равнозначны документам, подписанным руками. Поэтому, конечно, люди еще хотят видеть на руках бумажный вариант, как вот мы привыкли, что у нас должно быть на бумаге. Значит, если вы пришли лично в регистрирующий орган, подали документы, то при личном визите в госплошную надо будет оплатить. И вот при создании юридических лиц, это 4000 госплошного юридического лица, если вы создаете индивидуальную предпринимательную регистрирующую, то это 800 рублей. Но это, повторюсь, если вы пришли лично. Либо еще вариант, который тоже будет оплачиваться почтой, это направление документов через почту, почтовым отправлением с заказным письмом с уведомлением. Там тоже необходимо обязательно, чтобы была оплачена госплошная, нотариус обязательно тоже должен быть заверить, потому что документы пришли по почте. Если вы лично, нотариус не идет, но по почте нотариус еще должен быть. Получается, что очень легко сейчас просто и быстро оформить регистрацию бизнеса. Какие ошибки делают предприниматели, когда оформляют, но отказываются, бизнес не идет, и они его... Ну, забывают, они забывают. Все на самотек, понимают, что дело не идет, и все. Ну, эта ситуация тоже знакома, она не такая единичная, потому что очень много бывает, что меняются обстоятельства, меняются какие-то условия. Человек сначала думал заниматься, я займусь вот этим всем, а показалось, что у него не пошло. Там еще что-то, какие-то личные проблемы, может, со здоровьем. Поэтому, ну, всем вот мы когда говорим, когда прежде чем вы хотите чем-то заниматься, вы обязательно сначала должны для себя решить, выяснить, кем вы будете, что вы будете делать, как вы будете делать. Вы будете юридическим лицом, либо диндуальным предпринимателем. Вот как раз на сайте налоговой службы специально есть видеоматериалы, которые помогают. Это сделано для того, чтобы заявители могли, прежде чем подать документы, подготовить, могли посмотреть эти видеоматериалы. Там целиком пошаговая инструкция по как можно зарегистрироваться. Там прямо вот если вы посмотрите, там будет указано, что вы должны сделать, что вы должны подумать. Решили ли вы заниматься как юридическое лицо. Там бы рассказано преимущество будет показано юридического лица, либо диндуального предпринимателя. И в случае, в общем-то, если принято решение остановить свой бизнес, нужно что сделать? Нужно закрыть его, да, чтобы оно не было никаких препятствий по следующим. Потому что вот объективные причины, не объективные причины, а вот очень такая ситуация, когда физическое лицо регистрируется индивидуальным предпринимателем. Но я вот хочу зарегистрироваться. Никто не против. Процедура очень простая. Я пишу заявление о регистрации формулы ИР-21-001, прикладываю копии к серопаспорту. Так как я, например, через МФЦ направляю документы, то я госпошлину даже не плачу. Если я приду в рекцентр, я госпошлину должен буду заплачить. А если я пойду через МФЦ, то я даже госпошлину платить не буду. МФЦ документы направит в регистрирующий орган. Регистрирующий орган в течение трех рабочих дней после получения документов от МФЦ принимает решение. И вы уже на четвертый рабочий день являетесь индивидуальным предпринимателем, который вы можете увидеть на сайте, что вы зарегистрированы, и получить эти документы, если вы указали адрес электронной почты. Ну, и получили одновременно статус индивидуального предпринимателя. И вот этот статус, он обязывает все-таки, есть такой взнос, фиксированные платежи для пенсионного фонда, страховые. Вот они оплачиваются независимо от того, работали вы или не работали. Вот если они платят от статуса. И вот если физическое лицо, как предприниматель, он работает, он все это оплачивает, тут все понимают, что вот оплачивают, платят. А когда не пошло дело, ну вот я зарегистрировался, у меня одна сделка прошла, а дальше ничего нету. И я вот, просто люди забывают, они думают, что, ну, по привычке, что если я не работаю, то никаких налогов я не плачу. Ну, действительно, что если вы не работаете, налоговые к вам претензии по уплате налогов на числе не будет, потому что у вас нет выручки, там, дохода. А страховые износы, они называются фиксированные. Они все равно будут идти. Да, и об этом важно помнить. И для того, чтобы вот они вам не шли, и чтобы потом физическое лицо, может быть, пенсионер даже, чтобы он потом не возникал в ситуации, когда он приходит, а мы, говорят, вас удержали за то, что вы не оплатили страховые износы, мы всем говорим, если у вас не пошел бизнес, или вы бы решили прекратить временно, временно даже, пускай, вы обязаны, потому что процедура такая же, очень простая. Создается документ R-26-001, регистрирующий, черкан, принимается решение, и с вас статус снимается, вносится запись о том, что вы прекратили, как быть, иногда предпринимателем. Скажем, через месяц у вас опять возникла ситуация, что у вас появилась работа, что вы хотите этим заняться, вы опять же идете, регистрируетесь, и продолжаете работать. Но вот этот месяц, который у вас будет, где вы прекратили, вы не будете платить страховые износы. Вы будете... Да, вот это очень важное дополнение. Но при всей легкости этой процедуры есть отказы в госрегистрации. По каким причинам могут отказать? На что обращать внимание? Отказы при госрегистрации, они четко прописаны в федеральном законе 129 ФЗ. Это государственная регистрация юридических лиц и имидуальных предпринимателей. Это статья 23. Он... Перечень довольно обширный. Начиналось-то очень мало было. Все были изменения, изменения. Последние изменения, которые были еще внесены, это добавлено два пункта по отказам, основания для отказа. Это как раз вот пункт, когда человек при заполнении заявления о государственной регистрации, либо забыл какой-то документ вложить, либо заполнил с ошибкой. Например, вот когда заполняли паспортные данные, вместо даты рождения написал дату выдачи паспорта. Ну, ошибки, которые считаются на основании этого. Регистрирую. И пришел, ну, скажем, пришел он прям непосредственно в рекцентр, заплатил госпошную, принес документы. Рекцентр стал рассматривать и увидел, что у них в заявлении, вот скажем, форму создания, допущена ошибка, что вместо даты рождения физического лица указана дата выдачи паспорта. Регистрационный орган выносит решение об отказе, потому что у нас три рабочих дня, на третий рабочий день мы выносим решение об отказе с формулировкой, что не права, ошибка в заполнении документов, там пункция. И, получив это решение, заявитель имеет право в течение трех месяцев, после получения этого решения с даты, доложить или бы исправить. Например, не хватало кого-то документа, значит, он только этот документ приходит в рекцентр, подает документ, приказывает решение об отказе, он делает номер входящего документа, когда это было, прикладывает вот этот недостающий документ, если, это повторюсь, если это отказ, именно только вот по этим причинам. Либо это недостающий документ, либо ошибка в заполнении. Тогда регистрирующий орган возобновляет процедуру. Еще раз, это только один раз после получения, в течение трех месяцев. И данный порядок, даже если вы приходили лично, в регистрирующий орган, платили госпошину, повторно госпошину не платится. Но это стало вот только возможно с октября 2018. До октября 2018 была такая ситуация, что даже если вы ошиблись, неправильно заполнили, рекорд вам отказал, и такой процедуры до вложения не было. И заявитель обязан был еще раз заполнять полный пакет документов, оплачивать госпошину. Поэтому это говорит о том, что все-таки законодательно идет на упрощение, на простоту, чтобы людям было проще. Тенденции явно прослеживаются. Сколько может быть участников при регистрации общества с ограниченной ответственностью, и в чем специфика, если участник один? Участников при регистрации общества, это уже решают сами люди. Мы можем собраться либо один, либо два, либо три. Мы видели, у нас есть случай, когда, скажем, ООО регистрируется, и там учредителей 7-8 даже есть, может быть и больше. Просто и есть один. Один – это самый простой вариант. Для одного заявителя, для одного учредителя Федеральная налоговая служба даже разработала специальный сервис, который также есть на сайте налоговой службы. Да, и, кстати, он и у нас есть. Давайте его посмотрим, а потом продолжим разговор. Вы решили создать свой бизнес? Воспользуйтесь сервисом «Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Он позволит вам за короткое время сформировать необходимые документы и направить их в регистрирующий орган. Вам не нужно разбираться в тонкостях их заполнения, просто введите данные, и сервис сформирует документы автоматически. Вот как это работает. Зарегистрируйтесь на сайте, это несложно. После входа вам будет предложено стать индивидуальным предпринимателем или создать юридическое лицо. Затем выберите способы представления документов в регистрирующий орган и получения результата государственной регистрации. Для всех способов имеются понятные подсказки и схемы ваших действий. Укажите виды деятельности. Уплатите пошлину, это просто и удобно сделать онлайн. Сервис также позволяет сформировать квитанцию для оплаты пошлины в банке. Подтвердите платеж. Если у вас есть электронная подпись, то создать свой бизнес вы сможете, не выходя из дома. Если электронной подписи нет, то распечатайте подготовленные документы и обратитесь в регистрирующий орган или многофункциональный центр лично, или через представителя по доверенности, или отправьте документы почтой. Сервис подскажет точный адрес регистрирующего органа. Это просто, удобно и без дополнительных затрат. Удачи в бизнесе! Не забудьте оценить наш сервис. А как работает налоговая служба в обеспечении достоверности реестра? Так как я уже говорил, что реестр очень востребованный, данные этого реестра, они в открытом доступе, они находятся на сайте Федеральной налоговой службы. Это государственный реестр юридических лиц и видеонаблюденных предпринимателей. И всем налогоплательщикам, заявителям всегда говорим, что вы должны проявлять должную осмотрительность. Соответственно, раз вы должны осмотрительность, значит, подразумевается, что государственный реестр достоверен. И в законе прописано, что государственный реестр достоверен. И для того, чтобы это было достоверно, Федеральная налоговая служба очень много времени и сил сейчас уделяет на то, чтобы все-таки действительно данный реестр был достоверен. Потому что не секрет, что есть у нас люди, которые пользуются тем, что создают юридические лица, которые не хотят, в принципе, даже не собирались заниматься. Есть такое. Это так называемые подставные лица? Ну, как подставные, да, подставные лица. Просто получается, что в реестр, каждое физическое лицо, вот оно должно заходить в реестр и видеть, находит это юрлицо, и оно понимает, либо это достоверно, юрлицо, можно с этим юрлицом работать, либо нет. Федеральная служба специально для того, чтобы было удобно человеку, заявителю, проверить своего контрагента, посмотреть, действительно, могу ли я заключать договор с этим организацией, работать, так сказать. Может ли вообще директор этого юрлица быть директором? Потому что на сайте нового службы более 50 сервисов. Один из самых востребованных, которые вот, ну, это риски бизнеса, проверь себя и контрагента. В этом сервисе можно найти все юридические лица, у которых, скажем, директором является лицо дисквалифицированное, которое по закону на основании решения суда уже было дисквалифицировано, не имеет права, оно до сих пор является директором. Соответственно, я бы не стал заключать договор, какой-нибудь договор с этим юрлицом, если там будет указано, что директор. Кроме того, у нас сейчас проводится, Федеральная служба проводит очень большую работу по чистоте, я еще раз повторяюсь, по чистоте среде и достоверности. Даже уже многие, наверное, заметили, если вы берете выписку по юридическим лицам, например, кого-то общаетесь, то вам, не во многих, но в части юридических лиц, когда вы открываете выписку и смотрите, например, написано сведение, что организация там называния, адрес ее, и прямо под адресом написано, есть такая сноска, что данные по адресу недостоверны, дата внесения записи, это дата. Это говорит о том, что налоговая служба проверяла, есть какое-то обращение, мы либо направляли почту, либо делали осмотры за объездом на места, потому что есть обращение граждан, что вот это юрлицо не находится по адресу. Либо есть ситуации, когда физические лица директора, ну, сами находятся, оказывается, что они подавали, они приходят в налоговую службу, пишут заявление, что я никогда не был директором, я не подавал документы. Так как исключить это сразу нельзя, мы обрабатываем вот эти заявления, входящие это заинтересованных лиц, и в реестре появляется запись. Например, вот, скажем, открываете юрлицо, и там в отношении директора написано Иванов Иван Иванович, но под ним же идет приписка, что данные об этом руководителе недостоверны на основании заявления, скажем, самого Ивановича, что он не подавал эти документы. И вот эта запись о недостоверности, она говорит о том, что с этим юрлицом не рекомендуем, лучше бы не связываться, потому что в любой момент окажется, что он не является директором, он не имел права подписывать, и все может вылиться. И вот эта работа, она позволяет нам очистить реестр, если говорить о этой работе, о чистоте реестра, потому что, кроме того, если организация не отчитывается, о чем мы вначале говорили, что вот она, скажем, зарегистрировали, и забыли это юрлицо, физическое лицо, он не пошло в нее, он просто плюнул и не стал ни приходить никуда, ни декларации сдавать, то налоговая служба, имея на руках законное основание с предусмотренным 129-м КФЗ, оно исключает это юридическое лицо из реестра. Там специально есть процедура, которая говорит, если юридическое лицо в течение года, более года, не отчитывалось, и не имеет движения по счетам, то налоговая служба принимает решение и публикует это юридическое лицо в вестнике государственной регистрации о том, что данное юрлицо, возможно, будет исключено из реестра. Проходит три месяца, три с половиной, если ни один кредитор не обратился в регистр, не написал заявление, что я вот увидел, а оно мне должно, я с ним работаю, ну, прикладывая документ подтверждающий, то налоговая служба самостоятельно вносит в реестр запись, что данное юрлицо исключено из реестра. И с этого момента этого юрлица уже не существует, оно не имеет никаких прав для работы. Поэтому внимательнее следить надо. И вот от записи о недостоверности, о которой я уже говорил, по директору, по учредителю, это может быть, по адресу, также законом предусмотрели такую... Если в отношении юридического лица более шести месяцев вот находится эта запись о недостоверности, то регистр налоговый орган также принимает решение и публикует в вестнике госрегистрации. Также ждем три с половиной месяца. Если никто не обратился, что опровергнуть эту информацию, то мы тоже вносим запись об исключении данного юридического лица из реестра юридических лиц. Данная норма, исключение, она предусмотрена пока только для юридических лиц, но законом от 12 ноября 2019 года данную норму и ввели для индивидуальных предпринимателей. Но с одной приопиской, что данная норма заработает с сентября 2020 года. У них немножко там у юридических лиц написано, что год и более нет отчета, а у индивидуальных предпринимателей будет написано, что 15 месяцев нет отчета и движения. И нюанс в том, что юридические лица, они будут в вестнике госрегистрации три месяца ждать кредиторов, а индивидуальных предпринимателей всего месяц. Но процедура та же самая. Если появились кредиторы, которые говорят, нет, он нам должен работать, также подается сообщение и будет исключение. Но повторюсь, что норма по исключению индивидуальных предпринимателей заработает только с 2020 года, с 1 сентября. А как налоговая служба выявляет образование юрлица через подставных лиц? Какой это механизм? И какие последствия вообще для человека, который оформил не так, как нужно? Так как государственная регистрация, как я уже говорил, она максимально упрощена, она носит заявительный характер. И на этапе регистрации самой, когда подаются документы, налоговой службе регистрирующего, очень трудно выявить данную категорию лиц. Это практически, ну, потому что приходит человек, подал документ, ушел. Мы его ни разу не видели, с ним не работали, поэтому объявить это нет. Это все выявляется в процессе, вот когда начинается работать, мы внесли в реестр, у нас постоянно методично идут осмотры, скажем, опросы этого директора, приглашают его на опрос, как вы занимаетесь. Например, задается декларация нулевая, могут пригласить на комиссию, либо идет какое-то обращение, где-то он кому-то продал человеку, человек ничего не получил, и начинает обращение. Идут на выезд, организация не находится по адресу. Потом находят руководители, кто заявлен, руководитель дает объяснение, что я никакого отношения не имел. Просто люди, которые, когда дают им вот это, ну, встречают те же студентов, например, денег нет, а им подходит со стороны человека и говорит, не хотите ли вы заработать. Давайте вот откройте фирму, как вот есть такие случаи, когда в деревнях, в селах приезжают на машине к сельсовету и начинают предлагать, регистрируйте свой бизнес. Важно помнить, что этим людям грозит же ответственность. И у нас есть ролик на эту тему, давайте его посмотрим, там все это изложено. Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей является обязательной и ответственной процедурой. Вопросом обеспечения достоверности сведений в государственных реестрах уделяется большое внимание. Особое внимание уделяется случаем ведения бизнеса через подставных лиц, то есть таких лиц, сведения о которых, как об учредителях, участниках организации или их руководителях, внесены в единый государственный реестр юридических лиц путем введения их в заблуждение или даже без их согласия. В современном законодательстве за использование подставных лиц при регистрации организации, а также за внесение сведений о подставных лицах в государственные реестры предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 5 лет. За представление в регистрирующий орган недостоверных сведений также предусмотрена административная ответственность должностных лиц в виде штрафа в размере до 10 тысяч рублей. Повторное совершение такого административного правонарушения, а также представление в регистрирующий орган документов, содержащих заведомо ложные сведения, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок до трех лет. Поэтому будьте бдительны, не предоставляйте свой паспорт и не подписывайте заявление о государственной регистрации, если не планируете управлять организацией и участвовать в ее деятельности. Если вы являетесь участником или, например, генеральным директором юридического лица, то с момента государственной регистрации вы становитесь ответственным за деятельность организации. Даже если вы являетесь подставным лицом, то вы считаетесь работающим и не можете получать пособия по безработице. Кроме того, как учредитель или руководитель организации, вы не можете работать в государственных или муниципальных органах. Если вы считаете, что сведения о вас в Едином государственном реестре юридических лиц недостоверны, обращайтесь в регистрирующий орган лично или отправьте нотариально заверенное заявление по почте, или направьте электронное обращение, подписанное вашей электронной подписью. Заниматься бизнесом через подставных лиц, как и быть подставным лицом, это нарушение законодательства. Не рискуйте. А сколько таких случаев материалов по подставным лицам выявлено? В дополнение сравниваем 2018 год и 2019 год. В 2015 году было всего направлено, всего было возбуждено 18 уголовных дел. В этом году, вот уже на сегодняшнюю дату, направлено более 240 материалов правоохранительные органы и возбуждено уже более 185 уголовных дел. И есть уже приговоры судов. Поэтому все-таки работа ведется, люди должны знать и помнить, что любое вот это деяние, оно хоть и когда им подают документы, просят их зарегистрировать, что это они говорят им, что это все законно, что никакое последствие, мы за вас все сдадим. Это немножко не так. Они лукают. Все-таки подача документов, как вот было сказано в ролике, это все-таки и предусмотрено в уголовном кодексе статьи 173.1, 173.2. Соответственно, еще раз говорю, что сравнение 2018 год, 18 уголовных дел и уже 11 месяцев, это 189 уголовных дел. Разница приличная, это просто работа поставлена и ведется. У нас очень тесный контакт с правоохранительными органами. Соответственно, люди, будьте внимательны, не поддавайтесь на уговоры, не регистрируйтесь. Если вы, как было сказано, не собираетесь заниматься, если у вас нет намерения, вот этот легкий заработок, сколько-то, 5-10 тысяч, за один раз, ну, он не спасет вас. Потом у вас будет на вас пятно, и вы не сможете, как тоже было сказано, работать ни государственным служащим, ни муниципальным. Это будет вам помеха. И вот с основной, что хотелось бы все-таки подвести, наверное, итог к этому, что с 1 января 2019 года документы, поданные регистрирующими органами в электронном виде, с использованием ЦП или через МФЦ, госпошлина не оплачивается. Это говорит о том, что люди, если вы хотите регистрироваться и хотите сэкономить на государственной регистрации своей, то рекомендуем все-таки пользоваться электронными услугами с сайта налоговой службы, либо идти в МФЦ и подавать документы через функциональные центры. Спасибо за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. До свидания.